Одна из наших больших и малых побед, будь то победа над злом терроризма или наоборот созидательное благоустройство нашего общего дома, не была бы возможной без нашей общей совместной работы. Без единства ингушского народа достижения поставленных целей на каждом этапе. Благодарю вас, уважаемые граждане республики, за это. Душой и сердцем остаюсь навсегда с Ингушетии, со своим народом, с каждым из вас. С обращением к жителям республики инузбек Евкуров выступил накануне. Глава Ингушетии заявил, что намерен оставить свой пост. Он обратился к президенту с просьбой о досрочном сложении полномочий. Я свой выбор сделал, как ингуш, как патриот, любящий свою малую родину, как боевой эфицер, давший присягу защищать великую нашу страну. Я принял решение обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о досрочном сложении с меня полномочий главы республики. Приняв это непростое для себя решение, я обещаю вам, что в предель, где бы я ни находился, буду делать все возможное для процветания нашей великой страны России и нашей родной Ингушетии. 11 лет у руля родной республики. Первый зам предфракции «Единая Россия» в Госдуме Адальбиш Хагошев назвал мужественным решением уйти в отставку. Парламентарий полагает, что для президента решение о подставке главы Ингушетии будет тяжелым, потому что такие люди, как Евкуров, не могут быть отставниками. Он сделал серьезное дело, победив терроризм у себя на территории. Он также вел адаптационную работу, которая призвана бороться с радикальной идеологией. «Я уверен, что этот человек будет востребован на самых серьезных постах. Я даже допускаю, что эта обстановка может быть не принята президентом», – отметил Шагошев. Своё мнение по этому поводу выразил и полпредпрезидента России Воскову Александр Матовников. Юнусбек Баматгиревич – достойный сын ингушского народа, герой России, патриот нашей Родины, боевой офицер и опытный государственный деятель. Его решение – мужественный шаг. Он всегда брал ответственность на себя, совершал взвешенные поступки. За последние 11 лет в Ингушетии реализованы федеральные целевые программы социально-экономического развития, введены в строй новые предприятия, построены школы, больницы, дома культуры. Много сделано для обеспечения безопасности жителей. Заявление Юнусбека Евкурова прокомментировали и главы регионов Северного Кавказа. Коллеги отметили опытность, профессионализм, заслуги и показатели, которые удалось достичь за годы правления Евкуровым. Юнусбек Баматгиревич – глубоко уважаемый мной человек, который за время нашего общения и совместной работы стал другом и старшим братом. Он – герой России, безупречный пример настоящего патриота своего отечества, мужественного офицера и умного стратега. Под его грамотным руководством братская Ингушетия кардинально преобразилась. Благодаря его невероятному трудолюбию, профессионализму, принципиальности, с которыми он всегда подходит к делу, мощный рывок получила экономика региона, социальная сфера, растет благосостояние жителей республики. К каждому уголку своей родной земли, каждому жителю Ингушетии Юнусбек Баматгиревич всегда относится с огромным уважением. В решении даже самых простых проблем своих земляков он принимает личное участие. В этом проявилась его доброта, чуткость и огромная ответственность. Где бы он ни работал, в вооруженных силах Российской Федерации, в должности главы Ингушетии, умение держать слово всегда было, есть и остается главной чертой Юнусбека Баматгиревича. Он работает на благо своей республики, своего народа и своего отечества и всегда поступает честно, по совести, как настоящий мужчина и боевой офицер. Уверен, что богатый управленческий опыт, свойственный ему профессионализм, позволит Юнусбеку Баматгиревичу еще долгие годы служить своему отечеству и родной республике Ингушетия. Сегодня узнал, что глава Ингушетии Юнусбек Баматгиревич Евкуров принял решение досрочно сложить полномочия. Он трудился во главе республики более 10 лет. Это было очень непростое время, которое требовало не просто руководителей, а героев. Юнусбек Баматгиревич – герой России, офицер, человек слова и действия. Он проявил себя как мужественный и профессиональный лидер, стойкий перед вызовами и чуткий к проблемам своих земляков. И очень много сделал для развития Ингушетии, укрепления экономики, инфраструктуры, социальной сферы и самое главное – мира между людьми. От души благодарю Юнусбека Баматгиревича за его огромное личное участие в расширении межрегиональных связей между Ставрополем и Ингушетией. Взаимопонимание и добрососедство живут там, где люди открыты миру сердцем. И его отношение к диалогу с соседями всегда это доказывало. Для многих на Кавказе и для меня, в том числе, сегодняшнее событие означает расставание с радушным соседом, добрым другом, надежным соратником. Это всегда печально, но жизнь на этом не останавливается. От души желаю вам, уважаемый Юнусбек Баматгиревич, неизменного успеха в дальнейшем труде на благо нашей страны. Знайте, что на Ставрополе вам всегда будут рады. Герой России Юнусбек Баматгиревич Евкуров – истинный патриот своей республики и своей страны. Он возглавил Ингушетию в трудное для нее время, но, несмотря на все сложности, сумел сделать многое для сохранения мира и стабильности в родной республике. Проделал колоссальную работу для ее социально-экономического развития, благодаря его принципиальности, ежедневной последовательной работе. В Ингушетии за эти годы реализовано множество важнейших для людей проектов, во всех без исключения сферах. Желаю Юнусбеку Баматгиревичу успехов во всех начинаниях и новых свершений. Знай Юнусбека Баматгиревича как большого профессионала, человека, преданного своей родине. У него много заслуг, как политических, так и военных. Носит заслуженное звание Героя России. Это звание и множество других наград он получил благодаря мужеству и отваге, проявленным в бою. На посту главы Ингушетии он внес огромный вклад в развитие региона, в нормализацию межнациональных отношений. Уверен, что эпоха Евкурова войдет в историю Ингушетии, как время подъема и положительных перемен. Хочу пожелать Юнусбеку Баматгиревичу добрых свершений и удачи во всех начинаниях. Своё мнение высказывают известные политологи и эксперты. Прокомментировал ситуацию и Дмитрий Журавлёв, генеральный директор Института региональных проблем. Кресло лидера одно, а желающих его занять много. И сегодня люди будут голосовать кто-то за своих лидеров, кто-то против чужих лидеров. Остроты хватит. Главное, чтобы люди жили после всех преобразований лучше, а не хуже. Вот Евкуров пытался это сделать, насколько ему это удалось. Пусть суть-то история. Хорошо бы, чтобы его наследники, кто бы им не был, тоже ставили интересы республики выше своих собственных. Добровольная отставка Евкурова – призыв к миру и диалогу. Так прокомментировал ситуацию Иосиф Дискин, председатель комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты России. На мой взгляд, Евкуров как генерал, герой, офицер проявил очень высокий стандарт гражданской политической ответственности. И его отставка – это призыв к миру и диалогу. И теперь это уже станет ясно, к чему стремились его оппоненты. Они стремились к решению проблем Энгушетии, или же они были заинтересованы только в дальнейшей дестабилизации. Если же такой драматический шаг офицера, гражданина и героя останется без ответа, станет ясно, чего добивались оппоненты Иосиф Киевкова. Я призываю всех к тому, чтобы в Энгушетии выцарился мир, спокойствие и порядок, потому что там еще нужно очень много решать социально-экономических проблем. Энгушетия многое сделала для того, чтобы поднялся экономический уровень. Решены многие социальные проблемы, но для того, чтобы процветала Энгушетия, нужен мир, спокойствие и порядок. Боевой генерал-десантник Юнзбек Евкуров многие годы пользовался уважением населения. Одним из главных достижений периода его управления Энгушетией стала борьба с терроризмом. Люди просили главу и федеральный центр, чтобы прекратилось убийство людей. И самое большое, главная заслуга – все это прекратилось. Настоящая война. Восьмого года, девятого года, десятого года. Ничего не дает радости, когда ты каждый день ездишь почти на похороны. Когда ты видишь вот эти трагедии. Когда ты, бывалые дни, когда в день по 10-15 человек убитых. Теракты. Когда вот этот хаос, вот эти тучи, даже при ярком солнце, да? Никакой радости. Но сегодня мы можем уверенно говорить, что победу над этим злом мы одержали. Самое главное достижение – не мое, нет, ни в коем случае. Это достижение всего нашего народа, общества с помощью вот именно тех структур силовых, которые вместе с нами, или мы вместе с ними, жертвуя собой. Это самое главное. Остальное – все. Это уже прилагательное к этому успеху. И школы, и сядики, и рабочие места, и дороги, и инфраструктура, и красота, и то, чего не было у людей. Главе региона 55. Генерал-майор, десантник. Республикой он руководил 11 лет. В сентябре 2018 года депутаты Народного собрания региона переизбрали Евкурова на третий срок. Зельмхан Калоев, Хамзат Халукоев, Новости 24.